5 июля 2016 года автоматическая межпланетная станция Юнона, стартовавшая с Земли 5 лет назад, вышла на орбиту Юпитера. Ученые рассчитывают изучить состав планеты и на его основании найти ключи к тайнам зарождения Вселенной. Добро пожаловать на канал Парадоксы, сегодня вы узнаете 10 интересных фактов о Юпитере. У Юпитера самое сильное магнитное поле среди планет Солнечной системы. Оно имеет протяженность до 7 миллионов километров в сторону Солнца и 650 миллионов километров почти до орбиты Сатурна, в противоположном направлении. Если магнитосфера была бы видима, она бы с Земли имела угловой размер, равный размеру Луны, а уровень радиации близ Юпитера до тысячи раз превосходит смертельный для человека. Несмотря на свою массу, 317 масс Земли, Юпитер является самой быстрой планетой Солнечной системы. Юпитеру требуется всего около 10 часов, чтобы совершить полный оборот вокруг своей оси. Однако для того, чтобы полностью облететь Солнце, Юпитер затрачивает 12 лет. Будучи газовым гигантом, Юпитер вращается не как единый твердый сферический объект, такой как, например, Земля. Вместо этого планета вращается несколько быстрее в экваториальной зоне и чуть медленнее в полярных. Общая скорость вращения при этом составляет около 50 тысяч километров в час, что в 27 раз быстрее скорости вращения Земли. Юпитер – защитник планет Так как Юпитер является вторым по величине космическим объектом в Солнечной системе, его гравитационные силы, скорее всего, участвовали в окончательном формировании нашей системы и, вероятно, даже позволили появиться жизни на нашей планете. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, Юпитер однажды мог притянуть Уран и Нептун на те места в системе, где они сейчас находятся. Кроме того, ученые уверены в том, что газовый гигант является своего рода щитом против астероидов и комет, отражая их от других планет. Новые исследования показывают, что гравитационное поле Юпитера воздействует на многие астероиды и меняет их орбиты. Благодаря этому многие из этих объектов не падают на планеты, включая нашу Землю. Количество спутников Юпитера может меняться. На данный момент у Юпитера известно 67 спутников. Это наибольшее значение среди планет Солнечной системы. Но некоторые кометы могут представлять собой временные луны Юпитера. Так, в частности, комета Кусиды-Мураматсу в период с 1949 по 1961 была спутником Юпитера, совершив за это время вокруг планеты два оборота. Кроме данного объекта известно еще как минимум о четырех временных лунах планеты-гиганта. На Юпитере есть полярные сияния. Юпитер демонстрирует яркие устойчивые сияния вокруг обоих полюсов. В отличие от таких же на Земле, которые появляются в периоды повышенной солнечной активности, полярные сияния Юпитера являются постоянными, хотя их интенсивность и меняется изо дня в день. В 2016 году ученые фиксировали самое яркое полярное сияние на Юпитере за все время наблюдения. Большое красное пятно существует уже очень давно. Красное пятно на Юпитере является одним из наиболее заметных и интересных для наблюдения объектов. Этот стойкий антициклон, расположенный к югу от экватора, достигает весьма внушительных размеров – 24 тысячи километров в ширину и 12-14 тысяч километров в высоту. Таким образом, он достаточно большой для того, чтобы в нем уместилось две, а то и три планеты размером с нашу Землю. Его возраст составляет по крайней мере 350 лет, так как он был замечен еще в 17 веке. В наше же время ученые, используя данные, полученные с помощью инфракрасного телескопа НАСА на Гавайях, обнаружили, что атмосфера этого региона примерно на 1300 градусов Цельсия, горячее средняя температура верхнего слоя атмосферы над остальной поверхностью Юпитера, которая составляет около 626 градусов Цельсия. Юпитер выделяет существенно больше энергии, чем получает от Солнца. Измерения, произведенные космическими кораблями, показали, что Юпитер излучает примерно на 60% больше тепловой энергии, чем получает от солнечного излучения. Считается, что дополнительное излучение поступает из трех источников – из запасов тепла, оставшихся еще со времен образования Юпитера, из энергии, высвобождающейся в процессе медленного сжатия, сокращения планеты, и, наконец, из энергии радиоактивного распада. У Юпитера есть кольца Когда люди говорят о системах колец, первое, что им приходит в голову, это, конечно же, Сатурн. Но на самом деле у Юпитера также имеются свои кольца, которые исследователи долгое время не могли обнаружить из-за того, что они довольно тонкие. Космический аппарат Voyager 1 обнаружил их в 1979 году – три кольца вокруг экватора Юпитера. В отличие от колец Сатурна, в кольцах Юпитера не найден лед. Юпитерианская система колец слабая и состоит главным образом из пыли. В кольцах можно выделить в общей сложности четыре компонента системы. Кольцо Гало, или просто Гало – очень тонкое главное кольцо, и два широких и слабых внешних кольца, известных как паутинные кольца. Юпитер можно увидеть невооруженным глазом. Юпитер – третий, самый яркий объект в Солнечной системе после Венеры и Луны. Есть шанс, что вы наблюдали Юпитер на небе и понятия не имели, что именно вам посчастливилось увидеть. И, наконец, Юпитер мог стать звездой. Хоть это и не является фактом, но, несомненно, это очень любопытная гипотеза. Являясь самой крупной планетой Солнечной системы, Юпитер обладает массой, более чем в два раза превышающей массу всех остальных планет Солнечной системы. Атмосфера Юпитера скорее похожа на атмосферу звезды, нежели планеты, и состоит в основном из водорода и гелия. Ученые соглашаются во мнении, что если бы запасов этих элементов было раз 80 больше, то Юпитер превратился бы в настоящую звезду. А обладая четырьмя основными лунами и множеством мелких спутников, Юпитер сам по себе представляет чуть ли не миниатюрную копию своей собственной Солнечной системы. Эта планета настолько огромна, что потребовалось бы более 1300 планет размером с Землю, чтобы заполнить объем этого газового гиганта. В октябре 2016 года стартует научная фаза космической миссии Юнона. В течение следующих 20 месяцев Юнона совершит 37 полных облётов вокруг Юпитера и выведает самые сокровенные секреты этого газового гиганта. На этом всё, друзья. Если вам было интересно, обязательно поделитесь этим видео, а также напишите в комментариях, какой спутник Юпитера, возможно, обладает глобальным подлёдным океаном, в котором не исключено наличие жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова